Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о правде, интерпретации и равнодушии. Правд много, а истина одна. Путь к постижению истины, сути вещей нашего существования, должен быть честным в рамках законов морали. Сократ был твердо уверен в этом. Мы, конечно, с вами знаем, чем все закончилось для великого философа, но все же он стал образцом для многих мыслителей. Мы живем в мире правд, интерпретаций, которые зачастую маскируют истину. Приведу пример. Недавно жители Архангельска стали свидетелями очередного горящего пазика в центре города. Это факт. Но даже во время ДТП было как минимум три точки зрения. Водитель, пассажиры и прохожие увидели все по-разному. Или еще из области спорта. Все региональные СМИ не так давно пестрели заголовками о развитии хоккея и о том, как по традиции у нас все плохо. Мне довелось присутствовать на этом заседании. На нем было сказано и о том, что сделано. Три крытых хоккейных корта за несколько лет. 128 открытых дворовых спортплощадок. О планах и перспективах. И о явной необходимости активно развивать инфраструктуру спорта дальше, с учетом потребностей населения и общего вектора развития. И о том, что нужна федеральная поддержка, в том числе от депутатов. Но, как и всякая истина, история быстро обросла легендами, мнениями. Вольные трактовки и расставленные в интерпретациях акценты заменили содержание до неузнаваемости. Факт стал служанкой политиков в классическом понимании. Сказанное в интерпретациях слово подменило дело. Мы всю жизнь ищем истину. Романтики уверены, что она проговаривается в поэзии между строк. Скептики видят ее, например, в тотальном сомнении. А многие из нас сегодня в решении суда. Факт является нейтральным. Никаким. Ни плюс, ни минус. Если говорить по Рене Декарту, это абсолютный ноль. Помните систему декартовых координат из школьной программы? Я о них. Казалось бы, что связывает нашу действительность и какие-то математические выкладки. Это описание нашего бытия. Наше с вами сознание биполярно. Плюс и минус. Например, еще в детстве мы учим наших детей, что такое хорошо и что такое плохо. Пессимисты и оптимисты. Полюс северный и южный. Мужчина и женщина. Вечный спор и взаимодействие противоположностей. Где проходит граница плюса и минуса? На пересечении осей. Точка ноль. Неплохая, нехорошая, никакая. Тот самый шаг, который разделяет любовь и ненависть. Равнодушие, которое и есть начало войны или большой любви. Но плюс и минус невозможны друг без друга. Наши с вами жизненные убеждения и принципы тоже смело можно расположить в этой системе координат. Вот так, например. Мы создаем свое жизненное созвездие, которым живем, по которому нас видят и судят окружающие. И запомнит история. Будьте яркими, будьте честными. Пусть ваши поступки говорят за вас. Я жду новых тем. Благодарю.